Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здрасте. Мне бы розы. Розы. Да. Вот эти по сто двадцать. Вот эти по сто. А вот эти по шестьдесят. Дайте, пожалуйста, три розы по шестьдесят. Хотя нет. Дайте по... Давайте по сто двадцать. Только я сам выберу, хорошо? Хорошо. Вам упаковать? А сколько стоит упаковка? Тридцать рублей. Не, не надо. Я так, мне до машин донести... УДАР УДАР Продолжение следует... 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 Там уйма материала, Игорь. Маша, ну бесполезно это все. Люди годами копошатся. А ты хочешь за один день. В том-то и дело, что копошатся. Кто говорил? Кто говорил, что в экстренных ситуациях раскрывается скрытая возможность мозга? Ты? Эх ты, Игорь! Я. Я говорил. Я, правда, сегодня побомбить собирался. Денег нет совсем. Аккумулятор еще новый для машины. Ну, хорошо. Ну, давай я начну, ты потом присоединишься. Только довези меня сейчас до дома. И заодно вспомнишь, где твоя диссертация. Я ее не видела давным-давно. Как я тебя подвезу? Аккумулятор. Что аккумулятор? Аккумулятор новый нужен. А для того, чтобы был новый аккумулятор, нужно побомбить. Я поняла. Хорошо. Доеду сама. Только, пожалуйста, через три часа, чтобы был дома. Хорошо? Да, хорошо. Через три часа, Игорь? Через три. Свет! Свет. Гоша, мама пришла. Привет, милый. Мамочка! Привет, привет, дорогой. Давай, быстренько, я тороплюсь. Что у тебя там? Гоша сегодня подкашлял, он температуры не был. Хорошо, мы выпьем молоко с мядом на ночь. Ты как себя чувствуешь? Хорошо. Принесли? Нет. Завтра принесу, может быть. Я почему-то так и знала. Вот приказ о вашем отчислении. Все вопросы к заведующей. Хорошо. Гоша, ты готов? Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Давай на Истринскую. Ребята, я и так вас уже пять часов вожу. Может быть, расплатимся, а потом поедем. Командир, не обманем. Ты за кого нас принимаешь? То. И все-таки сначала расплатимся, а потом поедем. Ребят, подождите, вы куда? А деньги? Ребят, подождите, все-таки, а деньги? Стоишь, молчишь, никому не будет больно. Понял. Суки. Маш. А? Привет. Ну как ты? Я? Я закопалась. Может, говорились, я тебе звоню, звоню. В чем дело? Да, не мог подойти. А потом мобильник сел. Ну, давай присоединяйся. Нужно все систематизировать. Ты посмотри, не поймешь, где твоя художество, а где художество нашего сына. Да уж. Надо же, сто пятьдесят лет прошло. Да, но знаешь, так поначалу кажется, что ничего не понятно. А ничего не устарело, ни одно слово. Вот если бы нам тогда дали дорогу, ух. Нам ее и теперь не дают. Тут дадут. Я себе этого не прощу. Дадут. Ну, давай, присоединяйся. Дети спят? Нет, Оксана, нет. Я с ней поругалась. Прихожу, она целуется. Нормально. С этими нуклеотидами разобраться не могу. Подумаешь, что целуется? Ну, пусть целуется. Девчонка взрослая уже. Взрослая девчонка? Да это потому, что ее распустил. Вот это все и происходит. Давай. Помогай мне, пожалуйста, в ДНК-ре по разу. Задали. Игорь! Ну, послушай, ну, мне одно это нужно. Выключи телевизор. Ты же знаешь, из меня помощник. Игорь, давай, включайся. Смотри. Все, сейчас поймешь. Подвеси. Маш, давай завтра. Ну, ты же знаешь, у меня самая работа с утра, а вечером я никакой. Давай завтра утром встану и все это дотумкаю. Дотумкаю. Ты дотумкаешь-то сейчас. Можно одну ночь не поспать или нет? Маш, ну, давай завтра. Смотри отсюда. Мне страшно. А где Оксана? Гош, Оксана сейчас придет. Пойдем, я тебя спать уложу. Пойдем, сказка уничтаю. Ты не задержалась? На часы смотрела? Игорь, вставай. Вставай. Сколько время? Рано, вставай. Нужно все проверить. Ну, как? По моему интересному. Гоша в садик не опоздает? Нет, не опоздает. Его отчислили. За неуплату. А Ольга Бузникина сказала, что мы бедные. Скажи теперь своей Ольке, что мы скоро будем богаче всех их вместе взятых. Ну, что? Как моя концепция? Уловил? Да не совсем. Гошу очистили из садика? И ты молчишь? Я забыла. Ну, сейчас вспомнила. Ну, ты скажешь мне что-нибудь конкретное по моему расчету? Да нет. Ты знаешь, тут все понятно? Какая же ты у меня? Все равно, мне кажется, я села в скал возьму. Не каркай. Надо все еще раз проверить. До трех часов. Не пей холодную. И садись вместе, на мне завтракать. Посидишь сегодня с Гошей, он в садик не идет. Вообще-то у меня школа. Я видела твою школу вчера. Ну, ничего. Пропустишь еще один денек. Это очень важно. Санечка, правда. Вот такое дело. Комиссия. У нас с мамой доклад. Если все получится, то наши соседи на джипе нам будут завидовать. Ладно, папа. Только родители. Спасибо. Без пятнадцати. Как время тянется, да? Угу. Тишина. Ничего не слышно? Давай как договаривайся, Игорь, красиво, по полочкам, как ты умеешь. Хорошо? Машка, боюсь, не справлюсь. Давай вот четыре. Справишься, Игорь. Справишься. А не заснуть через пять минут после моих формул. Я же не умею говорить. Только ты умеешь все по-русски донести. Справишься. Не волнуйся. Шевелевый, а вы че здесь, а? Ну, у нас же доклад. Так уже закончилось все. Вон Михалыч с дятем уже комиссию на крыльце провожает. Как? Нам же в три назначено. Не знаю, кому что назначили, но в одиннадцать они доклад Веселовского слушали. Видать, раньше времени закончили. Бежим. Куда? Бежим, Игорь. Бегите, бегите. Куда? Машка. Очень надеемся, что решение будет положительным. Очень надеемся. Приложим, так сказать, все усилия, чтобы оправдать ваше доверие. Результат сообщим в самое ближайшее время. Жаль, конечно, не удалось заслушать доклад этой энергичной женщины. Ее заявления были многообещающими. Заявление дело нехитрое. Шевелева не подготовилась. О заседании переносе мы проинформировали. Здравствуйте. Ну что же вы нас обманываете? Андрей Михайлович, мы подготовились, а вы уделите нам полчаса. В другой раз, Шевелев. Наш, пойдем отсюда. Нет, не в другой раз. Я никуда и отсюда не пойду, потому что я ночью не спала и подготавливалась. Будьте добры, скажите, вы куда едете? В офис. В офис? Ну и отлично. Дорога займет не меньше полчаса. Правда, мы с вами. Вот мы вам все и расскажем по пути. Если нет мест, то мы постоим. Секунду, извините, пожалуйста. Оксана, Оксана звонит у Гошки температура 40. Не заеду. Нет, стой. Алло, Оксана, я сейчас буду. Вы знаете, вот нам Оксана позвонила, у нас сын заболел, 40 температур, муж поедет, он прочтет. А он справится? Ну, конечно, это же его доклад, это же он писал. Конечно, он справится, я просто так, я подхватила. Клатоциты не забудь, про клатоциты отдельно не забудь. Все, до свидания. До свидания. Доклад-то, доклад. До свидания. Все, давай. Я умру. Мне в садике девочка сказала, если сильно заболеть, можно умереть. Глупости. Ты не сильно болеешь. А доктор сказал, температура высокая. Засыпай. Засыпай, мой хороший счастье пройдет. Постарайся уснуть. Все будет хорошо. Привет, жена. Тихо. Гоша только что заснул. Как он? 39,5, врач говорит, креп. Ну, как доклад? Как? Наплел что-то со страхом. И все. Понятно. Что сказали? Сказали, бедствуйте дальше, несуйте свой нос куда не следует, без горе. Веселовского взяли, да? Небось. Никого не взяли? Ты что, выпил, что ли? Ты что, с горя, что ли? Вторая попытка. Что, взяли, что ли? Взяли. Машу взяли. Кого взяли? Ремонт сделаем, наконец-то. Машинку стиральную поменяем. Кошки, игрушки. Конструктор машинку, как у Васи, обязательно. Оксане надо одежду новую купить. Угу. В общем, на мою зарплату будем жить. А то машину купим. Маш, тут такое дело. Мне они сразу предложили, а про тебя я не успел спросить. Ну, если хочешь, мы завтра все переграем. Нет, погоди. Машин должен его спросить. Ну, как что? Что доклад это твоя разработка. Ну, хочешь, завтра все переграем. Ты, Зина, с ума сошли? Так, значит, так. Ты там закрепишься, потом меня перетащишь. Да? Угу. Все-таки ты у меня золотая. Представляешь, морду Веселовского. Запомнишь третий курс? Если бы нет, выкинули бы меня из-за института, к черту твоей матери. Сейчас бы работала где-нибудь дворником. Ну, да прям таксовал бы, как сейчас. Ничего бы не изменилось. Да. Слушай, Маш, а может быть, ты вообще будешь дома сидеть? У Оксаны переходный возраст, Гошка болеет постоянно. А я один вас буду обеспечивать. А я тебе буду по ночам делать домашнюю работу. Да? Да ты что? Ты же мне в институте помогала. Из-за тебя его искусственным дипломом ты и окончил. Нет, послушай. Я не могу дома сидеть. Я не могу без своей работы. Я ее люблю. Не знаю, почему, правда. А я знам. Почему? Из-за меня. Так, ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господа, Игорь Николаевич Шевелев. Мозг в нашей лаборатории. Жана – секретарь и моя правая рука. По всем вопросам можно обращаться к ней. Кроме научных, приятно познакомиться. Дмитрий Иванович говорит, вы гений. Да нет, вы что? Совсем нет. Ну что, работаем. Не буду вас отвлекать. Контракт подготовят, подпишем. Да, чуть не забыл. Вечером банкет по случаю начала проекта. Ждем. Жены и боевые подруги приветствуются. Алексей Семенович. Алина. Цуриков. Чего? Фамилия Цуриков. Понятно. Может быть кофе? Если можно. Но вы же начальник, вам все можно. Почти все. Аршуль, может мне с вами поехать? Ты что, смеешься что ли? Может тебя попросили с Гошей посидеть? А Оксана не посидит? Маш, где мой пиджак? Да. Надевай. И лекарства еще на столике лежат. Я тебе говорила, полтаблетки на ночь. Будет сделано. Только вы недолго, а то мой беситься начнет. Маш, я пошел вниз греть машину. Жду тебя внизу. Умыло? Прекрасно выглядишь. Пока. Чао, Маш. Он что, зарулен? Там же халявная выпивка. Он не пьет, но как? Раскушно. Королева. Так, Морс. Ну и таблетки сказала. Разберемся. Надо же. И зауманным иногда везет. Держи. Давай. Удачи. Ну что, как я выгляжу? Если честно, не очень. Чего? Чего-то не хватает. Подожди, я даже знаю, чего. Держи. На. Это тебе. Ну что, застыл? Открывай. Нравится? А, красивая. Подъемные выписали. Класс. Я еще Гошки садик нашел. Частный. Прямо по дороге сюда. Удобно. Спасибо. Рад снова вас видеть. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Как ребенок? Спасибо. Лучше. Добрый вечер, Жанна. Секретарь Дмитрия Ивановича. А это ваша жена? Мария. Мария Шевлева. Очень приятно. Вы ведь тоже ученый. А ваш муж молодец. Доклад просто прорывной. Слушай. Правда, Игорь Николаевич иногда не уверен в себе, все время на вас ссылается. Нет, это заслуга полностью Игоря. Я так на подхвате была. Я так и думал. А то если такая очаровательная женщина, я еще к тому же и гения, то мне придется отбить ее моего коллеги. Дмитрий Иванович, вы знаете, я, кстати, хотел поговорить с вами по поводу Маши. А быть может, Мария будет работать у нас в лаборатории? О чем разговор? Уже решено. А давайте хватит о работе. Давайте выпьем. Конечно. Прошу вас. Спасибо. Прошу. Спасибо большое. А вы? Может быть, что-нибудь покрепче? Мы за рулем. Прекратите. У вас часто бывают такие поводы. У нас сохраняемая стоянка. Ну. Разрешите мужу расслабиться. Заслужил. Конечно. К тому же он не имеет права отказать своему начальнику. Кстати, у вас очень красивый кулон. Спасибо. Ну же. За наше великое. Нет. Счастливое будущее. Иваныч. Дмитрий Иваныч. Так вот, на основе микроэлементов 125-го иуда я сам не дотумал. Ну, если бы не Маша, я бы засыпался. Нам пора. У нас ребенок. Извините. Ну, что? Давай по последней до дна. Дмитрий Иванович, можно вас обнимать? Я теперь буду работать у вас. Дорогой вы мой человек. Спасибо вам большое. Дмитрий Иванович, все, мы поехали. Дмитрий Иванович, я же с Жанной не попрощался. Завтра увидитесь. Ага, хорошо. Жанне привет. Я хороший человек. Не знал. Господи, как же хорошо, там свежий воздух. Слушай, а какой же мужик этот Сергеев оказался? Хороший, да? Хороший, да. Вот только жалко, что ты сейчас напился. Да я... Игорь, нам нужно будет сейчас ловить здесь такси. Какое такси? Давай на Ласточки доедем. Нет. Так, я че умоляю, поехали на Ласточки? Нет. Здесь тем более гаишников никаких нет. Я здесь тысячу раз бомбил. Ну, оставим ее здесь. Ага, здесь? А потом утром подчиненный увидит, на чем их начальник ездит. И что они скажут? Что они скажут? И знаешь, как они со мной и потом будут разговаривать. С презрением. Ну, хватит. Ничего, из-за этого рисковать мы не будем. Мы никуда не едем. Да какой риск? Я тебе умоляю. Какой риск? Я трезвый. Ну, правда. Ну, ладно. Ну, хорош. Вот. Трезвый, видишь? Даже вот так. Видишь, трезвый. Поехали. Очень. Ну, пожалуйста. Ну, все, прекрати пояснять. Мы никуда не поедем. Вылезай из машины. Тихо. Тихо. А? Смотри, Ласточка. С полуоборода завелась. Игорь, ну ты что, серьезно, что ли? Вылезай из машины. Я никому ее не продам, потому что я купил новый аккумулятор. Я тебе говорю, ты никто не заставляет продавать. Вылезай из машины. Поехали, поедем вместе. Кто тебя не купит? Вылезай, я тебе говорю. Поехали, садись. Садись. Игорь, вылезай из машины. Я не шучу сейчас уже. Я не вылезу. Поедем вместе, потому что мы команда. Никуда мы не поедем. Я сказала, глуши мотор, ты никуда не поедешь. Захлопни дверь и рот. Отсюда захлопывай дверь. Мы не едем. Поехали. Только не гони, ну не гони. Спокойно. Пять минут страха, и мы дома. Я здесь все кочки знаю. Ой. Тут какая-то новая. Посмотри, у нас все окна запотели. Игорь! Что это было? Ты спил человека. Какого человека? Ты что? Откуда он здесь? Господи, хоть бы живой. Ты куда? Сиди. Поехали. Игорь! Черт, 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 какого хрена вообще он? Он ночью один на дороге. Это же гаишник. Это же был гаишник. Это же сотрудник правоохранительных органов. Меня посадят. Меня посадят. А вдруг никто не видел? Вдруг никто не видел? И... Маша, хоть что-нибудь скажи! Нам надо вернуться. Ты меня слышишь или нет? Слышишь, слышишь? Нам надо вернуться. И во всем признаться. Так, может быть, срок меньше дадут. Господи, ну почему все так-то? Ну ведь только все началось. Ну, работа, исследования. Ой, господи, ну зачем сейчас это все мне? А может быть, правда? Уехать? И спрятаться. Что ты молчишь? Что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь-то. Иди там. Что? Я скажу, что это я села за руль. Я его сбила. Что? Подожди, это в своем уме? Мне даже и прав нет. Поэтому я его избила. Мои двух несовершеннолетних детей. С положительной характеристикой на работе. Мы наймем хорошего адвоката. При данных элементах цепи реальность положительной реакции близка к ста процентам. В смысле? В смысле? Суд отнесется ко мне снисходительно. Мне дадут условный срок. Ты не потеряешь свою работу. И мы не потеряем шанс быть счастливым в этой долбанной жизни. Ну, Маша, подожди. Ну, Маша. Я все правильно решила. Беги, я тебя прошу. Беги скорее домой. Ты меня слышишь? Немедленно беги. Ты меня слышишь? Немедленно беги. Сержант Петруль, выйдите из машины, пожалуйста. Он живой? Не понял. Это я его сбила. Он живой? Скорую увезла. Ключи и документы на машину. 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 Признать Шевелеву Марию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 269 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить Шевелевой Марии Владимировне наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Взыскать Шевелеву Марию Владимировну Судебное заседание закрыто. Подождите, пожалуйста. Постойте. Ну как же так? Ведь вы же, ну, максимум бословно. И? Все дела с ДТП имеют сильный общественный резонанс и каждый процесс показательный. Ну так нельзя. Маша ж не преступница. Ей нельзя в тюрьму. Вы успокойтесь. Вы успокойтесь. Во-первых, это всего лишь колония-поселение. Во-вторых, мы непременно будем обжаловать приговор. Мы будем бороться за вашу жену. Вы же меня для этого наняли. Ну поймите, ей нельзя там быть. Как вы не понимаете? Я сделала все, что от меня возможно. Но вы не забывайте, что ваша жена сбила сотрудника правоохранительных органов, находящегося при исполнении, была в состоянии алкогольного опьянения, не оказала первую помощь и скрылась с места преступления. А если это не она? А кто? Это... это несправедливо. Вы знаете, только благодаря моим усилиям она так легко отделалась. Идите домой. Ваша жена совершила большую ошибку, но за ошибки все должны платить. Игорек, возьми себя в руки. В жизни случаются неудачи. В конце концов, полтора года поселения отонесло. Это я во всем виноват. Не говори глупости. В том-то и дело, что это не глупости. Это я сбил гаишника. Разобрет. Да это не б... Маша! Маша! Отпустите ее, а! Отпустите ее! Это я сбил! Гражданин, немедленно отойдите. Подождите, не закрывайте дверь, пошел! Игорь! Поцелуй детей! Скажи, что я их очень люблю! Слышишь меня? Хорошо! Хорошо! Дмитрий Иванович, я трус. Трус, понимаете? Это я подставил Машу. Это не она, а я. А мне плевать. У меня с тобой контракт. Ты идиот или прикидываешься? Дмитрий Иванович, заткнись и слушай. Страна вкладывает в тебя миллионы. От твоих исследований зависит жизни тысяч людей, а ты нюня распустил. Я не знаю, что у вас там произошло, но все это в прошлом. Вы с женой все правильно решили. Все, проехали. А теперь вспомни, что ты мужик. Иди, спасай человечество. Пап, пап, ну что? Пап, пап, а где мама? Коша, мама уехала. В командировку. Шевелев опаятелен, коммуникабелен, возможно, гений. Одним словом, тюсяк. Сделает все, что я ему скажу. А если не сделает, отправится туда, куда его предшественник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Может быть, кофе? Если можно. Вы же начальник, вам все можно. Вечером банкет по случаю начала проекта. Нравится? Подъемные выписали. Спасибо. За наше счастливое будущее. Шевелев сделает все, что я ему скажу. А если не сделает, отправится туда, куда его предшественник. Слушай, а какой же мужик этот Сергеев оказался? Хороший, да? Хороший, да. Вот только жалко, что ты сейчас напился. Нам нужно будет сейчас ловить здесь такси. Давай на ласточки дай. Только не гони, ну не гони. Спокойно. Пять минут страха, и мы дома. Ты же был гаишник. Меня посадят. Меня посадят. Иди домой. Я скажу, что это я села за руль, и я его забила. Признать Шевелеву Марию Владимировну, виновной в совершении преступления, и назначить наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы. Игорь! Поцелуй детей. Скажи, что я их очень люблю. Слышишь меня? КОНЕЦ ФИЛЬМА СЛОКОНИЧЕСКАЯ ДВОЛЕ Объект. Курица, давай быстрее. Слышь, ты, Боттон, мяч отдай! Мария меня зовут! Да ладно, за КПП выйдешь, будешь хоть с Василисой! А сейчас ты, Боттон, поняла? Ты чё, досрочку получила? Оборзела, что ли? Да она с мамкой терки трёт! Да, знаю, как она трёт! С сыночком её занимается, там, физикой! Да, физики! Я бы такой физике тоже не против поучиться, да? Ну что, талеток потянуло, что ли? Чё, твали! Вали! Так, так, всё разошлись! Я не понимаю, мутро разошлись! Разошлись, я сказала! Кто её тронет, займеет дело со мной, ясно? Да ладно, ладно, Ред, чё ты? Ну так просто, разговор разговаривай! Ну поговорили и свалили! Ну чё, баба, где мяч так? Спасибо, Ред, но я её сама могу обмануть! Хрена мне твоё, спасибо! На, возьми! Да что, не надо, зачем? Возьми, дура, там адрес! Приездишь в столицу, зайдёшь! Женщину зовут Галина Ивановна, купишь подарок, то, что останется, так отдашь! Чё сказать, от кого? Ничего не говори! Ну, если не возьмёт? Не возьмёт, скажешь, дочка не забыла! Только ты убери, а то охрана спалит! Ну, у тебя на воле там всё нормально? Муж давно не приезжал? Работает он, и работа не очень важная, он звонит постоянно! Работа важнее, чем жена? Да детей у нас двое, сейчас он один с ними! Гошка болеет постоянно, Оксанка взрослеет! Я так по ним соскучилась, каждую ночь их во сне вижу! Хочешь, Карточку покажу? Смотри, вот они! Гошка пошёл в первый класс, Оксана поступила в институт, всё без меня! Я ими вообще раньше не занималась! Сейчас всё изменится, всё по-другому будет, пусть муж работает! А я ими заниматься буду! Хорошая ты баба, Машка! Только умная! А так хорошая! Тебя встречает кто? Муж с детьми через полгода только ждут! Я сюрпризом! Ну и дура, знаешь! Тима, сюрпризы к хорошему не приводят! А галстук никто не видел! А ты что, сегодня не учишься? Первой пары не будет! Тогда отведёшь Гошку! Что ты молчишь? Оксан, ты меня слышишь? Я очень тороплюсь! Пап, ты же начальника, дожду! А подсказать отцу нельзя, да? Оксан, правда, мне сегодня очень надо! Ладно! Киндер, давай, кончай завтрак мучить! Одевайся! Я ещё чай не пил! Так, всё! Карлсон полетел, но обещал вернуться! Пока! Давай, хлебай, не тормози на финиш, не прямой! Папа говорит, ты должна быть как мама! Мама никогда раньше не говорила, не тормози! Ну, теперь она не такие словечки знает! А она скоро вернётся? Я тебе уже десять раз говорила, через полгода! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет! Уже выходишь? Отлично, я скоро буду! Соскучился безумно! Целую! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет! 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 От тебя! О, боже, какое чудо! Просто так? Сегодня же полгода с нашего первого поцелуя! Сына в школу отвёз? Пришла скорая помощь в лице Оксаны! Всё-таки здорово иметь двоих детей! Рекомендую! Я подумаю! Ну что, на любимую работу? Обязательно! Только сначала заедем выпьем по чашке кофе в наш кафешке! Он нас скоро уволит за опоздание! Не страшно! Кофе с тобой того стоит! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, я вчера с таким парнем познакомилась. Пригласил сегодня покататься в два часа. Тачка просто супер! А как же, для пары историй? Да ладно тебе! Этот Еремеев нормальный мужик! Да! Может, с нами поедешь? А я-то тебе зачем нужна? Ну, понимаешь, он сейчас уже приедет. Вчера-то я смелая была, а сегодня как-то... Бандит, что ли? Да нет, нормальный парень, не зануда! И приколоться может! Ну, только юмор у него какой-то странный! Я вроде смеюсь, а иногда как задумаюсь, так страшно становится. Заинтриговала! Прямо маньяк-убийца! Как зовут? Илья, 24 года! Симпатично! Брэд Питлайт! Ох, ну все, тогда без истории обойдемся! Угу! Ого! Ничего себе! Ты где такого откопала? Места знать надо! Привет! Привет! Илья! Ксюха моя подруга! Очень приятно! Наслышанно! Клевая тачка! Полин, подруга у тебя замечательная, все замечает! Ну, у меня талантов хватает! Да? А тогда предлагаю выпить за таланта Оксаны! Мы едем, подруга едет с нами! Ну, если ты не против! Я всеми доступными конечностями только за! Залезайте! А куда мы едем? Не будем заказывать! Маршрут как рулетка! Только сначала закинем конспект подруге! Спасибо за новое оборудование! Хотя новое нас пугает! Нашим привычнее на старых советских пылесосах! Но ничего! Потихоньку, потихоньку привыкаем! Ну, пора бы уже и результаты! Вы же понимаете, что государство не может вас бесконечно поддерживать! Игорь Николаевич, на какой стадии находится ваше исследование? Здравствуйте! Здравствуйте! Простите за опоздание! Ну что же, очень много работы, понимаете, все приходится контролировать! Ну что же... Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Наши нано-роботы, или нано-боты, это сложнейшее устройство микронных размеров, которые будут выполнять ряд поставленных нами задач. А именно, полная и постоянная диагностика человеческого организма, охота за любыми возбудителями инфекции и раковыми клетками, разрушение атеросклеротических отложений на стенках сосудов и восстановление поврежденных и даже мертвых тканей. Спасибо! Спасибо! На этот раз, вроде, отчитались! Так, Иваныч, ты же меня прости! Форс-мажор вышел Жанна, ты пришла? Уже давно, Дмитрий Иванович? Еще раз опоздаешь и штрафую Кофе сделай От Сергеева влетела? Ну Я предупреждала Что он сделает? Он теперь целиком от меня зависит Он у меня вот где Не обольщайся, у Сергеева все происходит так, как хочет он Либо не происходит вообще Не в этот раз Если бы я где сейчас был твой Сергеев Как бы он брал деньги из бюджета? Не ты, так Иванов, Петров, Сидоров Каланта в стране хватает Сергееву нужен не результат Ему процесс нужен, понимаешь? Ну вообще-то мои исследования уникальны Твоей, твоей жены? Скоро Скоро она вернется? Да нет, не скоро Полгода еще А разве за полгода что-нибудь изменится? Она твоя жена У вас общие дети, общее дело А я просто глупая, наивная секретарша Ты не... Я права И ты это прекрасно знаешь Пожалуйста, не надо Не говори так Ты самая лучшая А она? Она просто Мать моих детей Но она заберет тебя у меня Никогда Потому что Потому что я тебя люблю Сейчас я хочу тебе верить, но... Ты расскажешь ей о нас? Разумеется, расскажу Когда в один Нет, сейчас За полгода ничего не изменится Ты сам сказал Ты сильный, ты сможешь А она никогда тебя не понимала Ну хорошо Хорошо Расскажу Позвоню И письмо напишу Жалко ее Я ей так там Не сладко А тут еще я Нет, ты поступаешь благородно У нее будет время все осознать У нее будет время построить новые планы Да и тебе пора документы на развод подавать Тянуть нет смысла Правильно Так и поступим Дай мне какую-нибудь салфетку Здорово тебе, брат Спасибо Маша Мария Владимировна Здравствуйте С возвращением Приятный сюрприз Очень Ну, я думаю, вам нужно поговорить Да, Игорь? Не буду мешать Маша Так а ты разве не Меня выпустили За примерное поведение Надо же Ну, ты бы хотя бы предупредила Мы бы тогда А я думала сюрпризом Но надеялась, что он будет приятный Очень приятный Сюрприз А я тебе звонила Да? Так я же в лаборатории Телефон-то отключаю Господи, Машка Правда Как я тебя рад видеть Правда? Похудела-то как? Я так соскучилась Я тоже Где Оксана? Где Коша? Учится? Да Я хочу их видеть Немедленно Маша, ну Тут такая проблема Сейчас не совсем подходящий момент В смысле не подходящий момент? Меня же отпустили Давай поговорим, Маша Я не хочу говорить Я хочу к детям Пойдем Вызывали, Дмитрий Иванович? У меня Радостная весть Дорогая Жена Игоря Обернулась Раньше срок Я в курсе, но Причем здесь я Как? Разве ты не рада за Игоря? Мне казалось, что у вас довольно теплые отношения Мне кажется, вы ошиблись А мне так не кажется Я абсолютно уверен, что между вами что-то есть Но уже отпираться За производственные романы не увольняют Интересно, как именно ты про нас узнал? От кого? Я вот от тебя и узнал Только что А прежде лишь догадывался Почему эти игры? Мы взрослые люди, так бывает Но в конце концов, не уволишь же ты меня А это зависит от тебя В каком смысле? Игорь у нас человек чувствительный, нервный У него с тобой билая интрижка А тут жена Если ее появление будет мешать нашей работе Я без колебаний уберу из уравнения Лишнюю переменную тебя Все очень просто Твоя задача элементарна Наш гений должен делать свое дело А когда требуется Слушать твоего мудрого совета Справишься? У тебя с ней секс? Как ее зовут? Жанна Ну что ж, ценю твою честность А я вообще пытаюсь понять Целый год Был один Понимаю Если это все, то я хочу видеть своих детей Это еще не все Тогда давай говори быстрее, не мемли Ну хватит уже, а Не надо так со мной разговаривать Я и так целый год тащу семью на своих плечах Кручусь, как белка в колесе Я возместил ущерб потерпевшему Устроил Гошку в нормальную школу А Оксанку в приличный институт Тебе, конечно, тоже большое спасибо, но... Что но? Договариваю Я прикрывала твой зад И мотала за тебя срок, между прочим Ты, между прочим, сама это предложила А я был против, если ты помнишь Потому что ты ни одно решение не можешь принять в этой жизни самостоятельно Ни одно Так все, хватит, хватит Сейчас, здесь, в этой машине Я принимаю самостоятельное решение И будь добра его выслушать Да, очень многое изменилось Жанной Жанной, ты все правильно Увидела У нас ей не просто секс У нас не больше, чем секс Мы с ней друг друга любим Так, понятно, любите друг друга А кто теперь я? Ты... Ты очень хороший человек, Машка Я тебе очень благодарен Ты многое для меня сделала Спасибо Но... Но жизни есть жизнь Ты сейчас О какой... О чьей жизни говоришь? О своей, которая вдруг Получилась такой красиво и удачной Или о моей? Маш, ну... За последний год Ну... Уточни Что случилось, уже не изменишь Господи, если б ты знала Как мне сейчас тошно на душе Ну ничего, сходи к Жанне, она тебя утешит Хватит, пожалуйста Ну хватит уже про Жанну, а? Хватит Хорошо Действительно, хватит Кто подаст на развод? Я все подготовлю Ну хорошо А дети останутся со мной? Нет, Машка, так не получится Я мать, Игорь И дети будут со мной Дети останутся со мной Потому что ты не сможешь дать им нормальное воспитание Всю жизнь ты занималась только своей работой А все воспитание было на моих плечах Сейчас все будет по-другому Сейчас уже все по-другому Я на суде буду Буду требовать, чтобы оба ребенка остались со мной Слушай, ты не можешь так со мной сейчас поступить Ты что говоришь? А не надо сейчас меня Не надо сейчас меня считать Скотиной, хорошо? Если хочешь, я поговорю со своими Тебя устроят на работу Хочешь, я сниму тебе квартиру Что тебе еще нужно? Деньги? Что? Мне нужны мои дети Это исключено Я быстро Ну как? Быстрая я? Даже очень Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Гоша! Гоша! Сынок! Мама! Мама! Папа, мама вернулась! Гошенька! Ой, какой ты большой стал! Как я по тебе соскучилась! Я тоже, мамочка! Как ты вырос! Мой хороший! Мама, мы едем домой! Маша, мы договаривались. Папа попросил, чтобы я тебя встретила. Я тебя встретила. Мама, можно я не пойду на английский? Нет, Гоша, мы поедем на английский. Мама просто сделала нам сюрприз. Но это не значит, что отменяются учебы. Ну что ты, конечно, ну, миленький. Сыночек, можно на английский не ходить? Один раз обязательно можно не ходить. Да! Я буду с тобой! Мне столько тебе надо рассказать! Мама, у меня появился компьютер! Я тебе дома покажу! Гошечка, нет. Гоша, мы сейчас поедем на английский. Нет, я буду с мамой! Гоша, давай быстро в машину! Гоша сказал, в машину! Гоша, Гоша, давай, 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 иди! Иди к папе! Иди к папе, Гесе, не надо так, не надо так! Иди к папе, иди, иди к папе! Ой, Господи! И что ты сделала? Мы же договаривались. Ты же мне обещала. Да, я не хотела. И что теперь? Вот теперь его надо успокаивать. И сама успокойся. Да. Ты меня... Успокойся сейчас же. Хочешь, я тебе привезу его завтра. Куда скажешь? Где ты сейчас остановилась? Твое дело. Да, да. Я сдала. Ну все, подъезжайте. Давайте. Жду. Ага. Оксана. Мам. Мам. Мамочка. Мамулечка. Хорошая мама. Как ты тут без меня? Да я вообще отлично. Вот в институте учусь. Правда, так много лекций и представляешь даже по субботам. Не пропускаешь? Стараюсь. Вот сейчас зачет сдала первый. Сейчас. Мам, ты вернулась. Тебе папа сказал, где мой институт? Нет, это ты мне сказала по телефону. Ты не помнишь, когда я звонила? Какая ты взрослая стала. Красивая. Есть кого. Ай. Правда, мы так как-то неожиданно и ждали тебя только через полгода. Отпустились за хорошее поведение. А Гошку ты видела? Видела. Недолго, правда. Папа не очень. Да, и... Наверное, нужно тебе сказать. Нет. Я знаю. Я все знаю. Но... Ну, так бывает. Видимо, меня долго не было. Мам, ну, пожалуйста, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь. Мы все решили. Мы с папой разводимся. Тебя ждут? Подождут. Но... А пока мы будем жить вместе? Я не уверена. Папа не хочет вас отдавать. Да глупости. Ну, это он сгоряча. Ты же знаешь, он нас добрый. Он очень изменился. Конечно. Он теперь начальник. Ну, а ты теперь где будешь жить? Я решу. Вот это, как поеду к бабушке. Хочешь, я с ним поговорю? Ни в коем случае. Мы решили. Тебя ждут. Иди, наболтаемся еще. Я вас с Гошкой очень-очень люблю. И мы тебя тоже очень. Я тебя очень рада видеть. Пока. Пока. Аккуратней. А что за тетка была? Препод? Зачет не хотела ставить? Мам. Вернулась? Откуда? Неважно. Полин, пожалуйста, молчи. Да, пожалуйста. А о чем молчать, девочки? Я люблю тайны. Сменим тему. Окей. Кто там? Галина Ивановна. Это Мария. Я от Риты. От Риты? Здравствуйте, сестра. Здравствуйте. Мы с Ритой вместе в колонии были. Ой, Господи. Радость-то какая милая ты моя. Ну, да уж. Ну, а что ты стоишь, как неродная? Приходи. Нет, спасибо. Я на Викторичку опаздываю. Вот вам Рита передала посылку. Здесь фрукты, конфеты. Вот это деньги. Угу. Она вернется скоро, вы знаете. Ну, и просила передать, что вас любит очень. Спасибо. Спасибо. Я пойду. Куда пойдешь? Нет, я тебя никуда не дочу. Ты мне про Риту ничего не рассказала. Я дочку три года не видела. Нет, нет, давай, проходи. Проходи, проходи, проходи. Нет, дело в том, что я опоздаю на электричку. Даже слышать не хочу. Бери чемодан. Давай, 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 давай. Проходи, проходи. Даже слышать не хочу. Галина Ивановна, я опаздываю. Ну, куда ты опаздываешь? Ты со своими родными будешь видеться каждый день. Они меня поймут. Как жена? А вы уже знаете? По статусу положено. И про вас с Жанной тоже. Дмитрий Иванович, давайте я со своими личными проблемами сам как-нибудь разберусь. Я говорю, дело в том, что на нашем уровне личных проблем нет. У нас и так дела о няхте. А тут еще это. Ты можешь сконцентрироваться. Твои бабы ставят под удар всю нашу работу, за которую я отвечаю. Страдает дело государственной важности, за которое тебе платят очень приличные деньги. Что хочет жена? Детей. Судиться собирается. Ты хоть знаешь, что такое наш суд? Забудь о работе называется. Мы и так без выходных, ночи сидим. Не то время ты выбрал семейные проблемы решать. Не то, Игорек. Короче, даю неделю. Хорошо. Я все улажу. Надеюсь. Нужна будет помощь. Обращайся. Спасибо. Угладит он. Это я. У меня семейные проблемы. Да не у меня. У очень ценного сотрудника надо бы поспособствовать для общего дела. Скажу честно, в данной ситуации суд, скорее всего, примет сторону отца. А то, что я мать, это ничего не значит? Сейчас это уже не имеет такого значения, как раньше. Ну и потом, вы недавно из мест лишения свободы. У вас ни работа, ни денег. А у него высокооплачиваемая, престижная работа, хорошая квартира. Квартира у нас общая. Пока. Он претендует на твоих детей. Если суд встанет на его сторону, у вас останется только четверть. Я думаю, он в состоянии ее компенсировать деньгами. Как мне вернуть моих детей? Найдите работу, жилье. Обустройте свою жизнь и только тогда подавайте заявление. Суд должен в вас поверить. Что это? Плата за консультацию. На той неделе был банкет. Ну, я говорил. Короче, сняли зал. Закупили продуктов. Море приглашенных. Конечно, высокая руководство. Но в Михайловичем банкете был вообще никакой. Я его никогда таким не видел. Тебе все время один Михайлович откровенал. Ну, все, я пошел. Господи. Машка вернулась. Слава Богу, этот кошмар закончился. Не закончился. Ты что, сбежала? Ну, ты как всегда. Нет, меня выпустили. Хочу снова строиться к нам на работу. А что тебя твой к себе не возьмет? Ты разве ничего не слышала? Не, ну, я какие-то слухи слышала. Я просто не знаю, как им верить. А тебе можешь верить. Я с голоду буду умирать, к нему не пойду. А ты что? Столько лет прожили, не на тебя. Ты думаешь, Михайлович меня возьмет? Ну, куда он денется с нашей красотой и обаянием? Ну, не скажи, это же я виновата в том, что тогда вместо Веселовского Игоря взяли. Маш, да когда это было? Тем более, Михайлович не злопамятный. Андрей Михайлович, вы в ней дырку протрете. К нам вернулся цены сотрудника. Оформляйте уже. Вижу, что цены, но взять не могу. Вы же до сих пор еще дуетесь из-за своего бездарного взятия Веселовского? Севастьянова, выбирай выражение. При чем тут Веселовский? Андрей Михайлович. Рад бы, да не могу. Распоряжение есть негласное. Не брать тех, у кого проблемы с законом. Особенно бывших сотрудников. Спирит, я какой-то в 21 веке живем. Мы пойдем жаловаться в ЮНЕСКО, в ООН. Куда там Маша ходит? Жалуйтесь, куда пожелаете. Официально мы формируем положительный имидж ученого, а неофициально насчет тебя шевелило конкретное указание сверху. Но это между нами. Так что прости. Что значит указание сверху? Да нет, ты не подумай. Для тебя нашли место в Новосибирске. Там, кстати, материальная база вполне приличная. И получше нашей. Спасибо, не надо. На вас свет клином не сошелся. Орвуар, Андрей Михайлович. Ни в одну нея не берут. У меня и так эта специальность редкая. А как узнают, какие исследования я проводила последний год? Без работы шансов на детей никаких. А что ты переживаешь? Работу сейчас легко найти. Не обязательно по специальности. Я больше ничего не умею. Нормальные бабы это тоже профессия, не хуже других. В смысле? Может, проституткой? Ну, что ты говоришь, дуревых? А мыть, стирать, убирать, готовить. Это что, не работа? Не все уж наукой заниматься. И на это училась. 20 лет в ней. Вот, послушай меня, балдата ученая. Для суда самое главное, чтобы ты работала. Поэтому завтра поедешь в одну больницу, я там когда-то работала, я позвоню, договорюсь. по работе санитаркой. Санитаркой? Санитарка, что хорошая работа. Правда, тяжелая. Мало платит, но прожить можно. Ну, а там посмотрим. Эта работа поможет вернуть детей? Ну, хоть какая-то надежда. Мне нужно устроиться на работу. И от вас мне нужна положительная характеристика. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Ну что, я вовремя? Да. Эй, пора. Ждём тебя. Прыгивай. И хоп. Пошли. Всё, пока. Пока. Гоша. Пока милый. Пойдём. 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 Игорь, я готова подписать заявление на развод. Детей не отдам. Будем судиться. Глупо, Маша. У тебя нет шансов. Откажись от детей добровольно. Я надеюсь, что это сделаешь ты. Ты где? Давай встретимся и поговорим. Я не могу, я на работе. Я приеду. Где ты работаешь? Скажи адрес. Увидимся в суде. Девонька, ну, простите. Как вас зовут? Мария. Мария. Помогите. Нет больше сил терпеть. Так я же не врач. Я загибаюсь. И никому и дела-то нет. Надь, там больную жалуются. Они все жалуются. Мне кажется, он умирает. Они все умирают. Надь, ну так нельзя. А я-то что сделаю? Свободных врачей нет. А этому нужен срочный рентген. Слушай, подкинь его до рентгеновского, а? Мне надо уходить. Я предупреждала. У меня в четыре развод. Ну, а что ты тогда строишь себя, мать Терезу? У меня вопрос с детьми решается. Шевелева, я тебя не держу. Ну, баба Речка. Ну, и что там? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Что ж ты раскорячился-то, а? Игорь, еще сорок минут. Мы успеваем. А без меня никак нельзя развестись. Оксан, я уже тебе говорил на эту тему сто раз. Пап, мне не по себе. Ты считаешь, что я не прав? Пожалуйста. Хочешь жить с мамой, живи с мамой. Только запомни, у нее зарплата пять тысяч рублей. С твоими запросами. Просто я не понимаю, зачем нужно всех тащить в этот суд? Такова судебная процедура. Надеюсь, это не долго. Почему мама с нами вместе жить не может? Гоша, я же тебе уже объяснял. Ты взрослый, должен понять. Мы с мамой разводимся. Тогда я тоже с Оксанкой развожусь. Напугал козу капустой. Да не коза, ты врезанная. А ты, мелюзган, не трогай меня. Так, а ну хватит. Гоша! Гоша! Оксан, перестаньте. И запомните оба, ты Гоша и ты Оксана. Мы семья и должны быть вместе. И тетя Жанна должна тоже вместе с нами жить. А можно тетю Жанну на маму поменять? Повезло же с братика. Вы все на рентген? Куда же еще? У меня тяжелый больной. Все тяжелые? Аккуратно! Все тяжелые? Что вы делаете на самом деле? Пять всех областей. Извините. Куда, куда? Платных везу. Куда? Куда? Опаздываем. Кош, быстрей! Игорь, давай я в машине подожду. Ты что, ее боишься? Она меня раздражает. Ты здесь детей тянул, деньги зарабатывала, а она там отдыхала. Кто ее просил пьяную за руль садиться? Давай не сейчас. Надо было адвоката брать. У нее же нет. Кому нужно твое благородствие? Вот поверь, были бы у нее деньги. Я предлагал, только она не брала. Ладно. Жди в машине. До скорой. Пам, а когда мама проедет? Скоро, сынок. Скоро. Ты иди, садись на место. И что? Долго мы будем ждать вторую сторону? Вы ей позвонили? А у нее нет мобильного. Рабочий все время занят. Больница. Странное поведение для женщины, которая претендует на воспитание детей. Может, что-нибудь случилось? Случилось, случилось. Если бы в моей жизни было нечто подобное, не дай бог, я бы сделала все, чтобы со мной в этот день ничего не случилось. В конце концов, это неуважение к суду. Можно было предупредить? Простите. Я опоздала. Мама! Душа. Начнем. Кто-нибудь из участников процесса хочет обратиться к судьбе с ходатайством? Никто. Извините. Машка здесь. Зачем ты пришла? Я не могу тебя здесь оставить с этим чудовищем. Гражданин Шевелев, Игорь Николаевич. Я. На каком основании вы хотите расторгнуть брак с гражданкой Шевелевой Марией Владимировной? Да у него одно основание. При обоюдном согласии. Суд интересует причины, на которых основывается данное решение. Видите ли, за то время, пока Маша... Простите, гражданка Шевелева находилась в местах лишения свободы. Моя жизнь претерпела известные изменения. Ваша честь, я бы сейчас не хотел распространяться на эту тему при детях. Вы меня понимаете? Так, несмотря на то, что ваша личная жизнь претерпела некоторые изменения, вы хотите оставить опеку над своим несовершеннолетним сыном Георгием Шевелевым? Да, я абсолютно уверен, что моему сыну со мной будет лучше. Уверен он. Понятно. Мария Владимировна, вы в свою очередь претендуете на опеку над своим несовершеннолетним сыном Георгием Шевелевым и на половину жилплощади, на которой в данный момент проживают, соответственно, ваш супруг и ваши дети. Так? Да, именно так. Угу. Мария Владимировна, передо мной копия приговора. Вы год провели в колонии-поселении, были социально дезидорированы. Вы считаете себя готовой к воспитанию сына? Ну, я же не перестала быть матерью. Вы нашли работу? Да. По профессии? Нет. Почему? Официальная версия судимости, а неофициальная... Неофициальная версия, суд не интересует. Кем вы сейчас работаете? Санитарка в больнице. Так. Извините. Да, Жанночка. Все нормально. Когда все закончится, я тебе наберу. А ты жди на стоянке. Извините. Итак, в данный момент ваша зарплата составляет, если со всеми ночными сменами и переработками, около 15 тысяч рублей. Это большие деньги, между... Ваша честь, один Гошкин репетитор дороже обходится. Пап, ну давай дадим Гошу. Купишь им квартиру, разбежались. Ничего себе с родной матерью. Разбежались. Гражданка, вы опоздали? Мешайте заседанию. Покиньте зал суда. Можно я останусь? Я жду. Мне пригласить судебного пристава? Не надо никого приглашать. Я буду. За учебу платит папа. Карманные расходы тоже. Короче, я не хочу променять маму своими проблемами. То есть ты хочешь остаться с отцом? Да. Понятно. Ну, теперь Георгий. Георгий, подойди сюда, пожалуйста. Скажи, с кем ты хочешь жить? С мамой или с папой? Георгий, подойди сюда. Георгий, подойди сюда. Георгий, подойди сюда. За наше счастливое будущее. Пять минут страха, и мы дома. Игорь! Деда, я скажу, что это я села за руль, и я его сбила. Муж давно не приезжал. Работает он. Работа ему очень важная. Он звонит постоянно. А вот и наш наномозг Игорь Николаевич Шевелев. Она просто мать моих детей. Но она заберет тебя у меня. Никогда. Потому что я тебя люблю. Я вчера с таким парнем познакомилась. Ого! Ничего себе! Илья! Ксюха, моя подруга. Полина, подруга у тебя замечательная. Возьми, дура, там адрес. Зайдешь. Женщину зовут Галина Ивановна. Мы с Риты вместе в колонии были. Жанна, ты все правильно поняла. Почти все. У нас в ней не просто секс. У нас не больше, чем секс. Не то время ты выбрал семейные проблемы решать. Не то, Игорек. Страдает дело государственной важности. Я на суде буду требовать, чтобы оба ребенка остались со мной. Как мне вернуть моих детей? Найдите работу, жилье. Обустройте свою жизнь. И только тогда подавайте заявление. Работаешь санитаркой? Санитаркой? Санитаркой. А что, хорошая работа? Правда тяжелая? Игорь, я готова подписать заявление на развод. Детей не отдам. Начнем. За учебу платит папа. Карманные расходы тоже. Короче, я не хочу применять маму своими проблемами. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Кто тебя будет лучше в школу собирать, завтраком кормить, к репетиторам водить? Мама или папа? Ты подумай хорошенько. Мама пусть завтраком кормит. Папа к репетиторам водит. Ну все понятно. Присаживайся. Это что такое? Скорее! Субтитры делал DimaTorzok Да, да, мы затянули. Но есть объективные причины. Я отлично помню, что это очень важный грант. Я его сам пробивал. Мы успеем. Ну, что тут у вас? Вставка полетела, Дмитрий Иванович. Мы уже решаем проблему. Решили. Я хочу услышать только одну фразу. Мы уже решили проблему. Вам все ясно? Нам ясно, но дело в том, что без Игоря Николаевича мы… С вашим руководителем у меня будет отдельный разговор. Мне нужны результаты, а не оправдания. Жанна, ну что? После суда вези своего возлюбленного в лабораторию. Конюшни разгребать. И не дай бог, он у тебя по дороге напьется. Да, Дмитрий Иванович, я поняла. Девушка, Вилла, ни я, ни моя машина прыгать не умеем. Там достаточно места. Да нет, тут места как раз недостаточно. Но я же не шумахер. Вам придется подождать. Я не могу ждать, мне надо ехать. Я не хозяйка машины. А где хозяйка? Хозяин, он в суде, у него слушание. Понятно. Андрей Захарчик, Алучик, миленький. Товарищ подполковник, пришлите, пожалуйста, эвакуатор на улицу Маши Порываевой. Тут одна принцесса припарковалась. Что проехать невозможно. Сейчас перепаркуюсь. Отменяйте заказ, Андрей Захарчик. Ага, целую вас. Так бы сразу. Мария Владимировна, я понимаю, что у вас непростая ситуация. Я считаю, что сын должен жить с матерью. К сожалению, я так не думаю. Ваш муж – респектабельный человек. У него хорошая, прекрасная, оплачиваемая работа. И он любит ваших детей. Мне кажется, вы сами это понимаете. Сильно? Прилично. Выслушал мнение сторон, но суд решает перенести слушание на завтра. На 16.00. Извините. Я вообще раньше никогда на механике не ездила. Откуда мне было знать, что она на передаче стоит? Вообще все из-за этой вот истерички. Права покупают. Ну, надо что-то решать. Ну, решать. Ваша честь, давайте отойдем. Тем, кто за правду Бог помогает. Вообще, я уверена, что вы все специально подходит. Девушка, у вас просто мания преследования. Обратитесь к экстрасенсам. А, Майя побежала. У меня занятие. Давай. Чао, бомбина. Гошенька, я так по тебе соскучилась. Я тоже, мамочка. Очень-очень. Когда ты снова будешь жить с нами? Гоша, нам пора. Поехали. На любимую работу, да? Я договорился с судьей. Мы скажем, что это я сидел за рулем. Жанна, поймай такси, и отвезешь Гошу к репетитору. Хорошо. Скоро будем вместе, Гошенька. Езжай. Пока. Плохи твои дела, Мошенцы. Плохи. У тебя вообще есть надежда, что они тебе Гошу отдадут? Надежда есть. Шансов нет. Не знаю, что делать. И раскисать. Должен быть какой-то выход. Я уже бидончик уговорила у него. Связи серьезных полно. Так что, может, что-то выберет? Ну, ничего. Не помчалась? Он мне уже обзвонился. Не может совершенно без меня. Ты завтра работаешь? Позвони. Позвонишь? Ой, у тебя же телефона нет. Пошли со мной. У меня в машине старый валяется. Возьмешь. Заодно тебя подвезу. Пошли, пошли. Ну, и где твоя подруга? Понравилась? Нет, Оксанка, конечно, ничего. Я поняла. Опа. А мы без тебя в кино ходили. Плохой фильм. Нам не понравился. Где тусовалась? Собственную мать предавала. Она у нее только из тюрьмы вышла. Пикантный момент. А за что сидела? Я не хочу об этом. Это чудесная история. Да? Еще год назад Ксюша жила в нищей семье. Да. Мама и папа. Барин, может, хватит, а? Ох. Почему? Бедность не порог. Вещи ей покупали только в секонд-хенде, и то по очень большим скидкам. Барин, ну, может, действительно, как хватит? Потому что... Да нет, пусть продолжает. Это же очень интересная история. Девочки, брейк, может, как-то освежимся, может быть, покататься поедем. Отличная идея. Пойду приподрююсь. Давай. Послушай, мне по барабану, кто у тебя предки. Правда? Если бы у меня папа был депутат, я бы тоже из клубов не вылезала. Ты знаешь, мне как-то достали все эти тусовки, если честно. Ну, тебе я бы с удовольствием заставил компанию. Гоша уснул в моем кабинете, я... Я ему немножко почитала. Почитала, спасибо. Надеюсь, не о разработках. А то у нас там полный бред. Не говори так. Ты... Ты справишься. Ты проси, пожалуйста, у тебя и так проблем не в проворот, а тут еще я с этой аварией. Ладно, проехали. Надо Гошку домой везти. Ты решил проблему? Да нет, куда-то. Что-то не так с нашими расчетами, поэтому система избоит. Сергей Фолоса на голове рвет, сказал, чтобы тебя из центра не выпускали, пока проблему не решишь. Ого. Ага. Тогда придется мне здесь и подыхать. Жан, ничего не понимаю. Я не понимаю. Не могу понять, в чем проблема. Мозги кипят. Голова раскалывается. Сейчас бумажку. Она бы вмиг разобралась. Шутишь? В каждой шутке есть. Я сама знаешь. Серьезно, она талант. Я не хочу ничего о ней слышать. Стерва и преступница. Ей плохо, значит, всем должно быть плохо. Она не такая. Хватит ее защищать. Я права. А ты? Люди и так вокруг удивляются. Чему удивляются? Как я в такую мямлю влюбилась, удивляются. Скажи мне, что я права насчет нее. Скажи немедленно, иначе я обижусь. Ты права. Отлично. Я повезла Гошу, оставлю с Оксанкой и домой. Жанна, подожди. Вообще-то уже поздно. Может, останешься у нас? Я вообще считаю, что тебе давно пора перебираться к нам. Всему свое время. Вот, разберешься с бывшей, и мы вернемся к этому вопросу. Жан! Подожди. Я с тобой дома доработаю. Чего делаешь? Задачу решаю. Физика, что ли? Почти. Чей-то у тебя здесь. Гоша, квартира, любовница, деньги. Это что? Да привычка с института. Есть задачи, ее нужно решить. Для этого нужно понять все предлагаемые. Ну и как? Успешно? Нет. Не очень. Вот, а я вот не поняла, а почему у тебя стрелки от любовницы все идут на квартиру? Это почему? Интуиция. А может, эта задача и не имеет решения? Нет, такого не может быть. Нет такой задачи, которая бы не имела решения. Можно просто ошибиться в условиях. Тогда нужно вернуться обратно, найти ошибку и начать все решать заново. Значит, все, хватит. Пей чай и иди ложись спать. Видела бы ты себя со стороны. Сидишь носом клюешь и все задачки решает. Иди отдыхать. Хорошо. Алло. Привет, это я. Короче, тут такое дело, все получится, но не сразу. Ну, до завтра время есть. Оля, это ты, что ли? Я не поняла. Ты о чем? Да, о твоем суде. О чем же еще? Я пока мягко обрабатываю бидончика. Даже на ролевую ночь любви согласилась. Оля, успокойся. Я сама все решу. Решу свои проблемы сама. Ну, конечно, сама. Даже не думай. Оля, я спать хочу. Спокойной ночи, уже поздно. Давай, до завтра. Пока. Что ж ты будешь делать-то, зараза, а? Привет. Не спишь? Да, ничего не получается. Это все из-за суда. Не переживай. Легко сказать. Па, у нас хорошая мама. Мама просто зла на тебя. Да. Слушай, подкинешь день? Возьми меня в кошельке в портфеле. Спасибо. Оксана, что это такое? В чем дело? Ты уже который раз возвращаешься домой после часа ночи? А? Ну, я считаю, это ненормально. Я же волнуюсь. Па, ты хороший отец. Но палку перегивать не надо. Спокойной ночи. Слушаю. Нам надо встретиться. Прямо сейчас. Маша? А ты на время смотрела? У меня есть идеи насчет нас. А у меня как раз насчет нас. Нет никаких идей. Я тебе перезвоню, хорошо? Если не можешь, я сейчас сама приеду. Так, не надо никуда приезжать. Говори адрес, где ты хочешь встретиться. Садись в машину, холодно. Нормально. Привет. Привет. Чего звонила? Как на работе? Нормально. Выращиваем наномеды. Дублируем иммунную систему человека наноботами. Правда, пока не все получается. Что именно не получается? Маша, я сам разберусь. Что звонила? Мне есть к тебе предложение. Я хочу отказаться от своей доли в квартире. Завтра мы пойдем к нотариусу, я подпишу все нужные бумаги. Чего? Это значит, что я больше не претендую на твою жилплощадь вообще. Интересное предложение. А что взамен? А взамен мне нужен Гоша. В понедельник на суде ты скажешь, что передумал. Что ребенок должен жить с матерью. Больше мне от тебя не нужно ничего. Значит, вот так, да? Да. Вот так вот, значит, да? Да. Значит, по-твоему, наш Гоша – это предмет для торга? Да как тебе вообще такое могу в голову прийти? Ты не оставил мне выбора. Ты вообще в своем уме? Ты не согласен, что ли? А ты как думаешь? Конечно, нет. Гошка останется со мной, точка. Тебя куда-нибудь привезти? Нет. Сама дойду. Пока. Черт. Маша, ты что, так и не ложилась? Нет, не получилось, Галина Ивановна. А куда собираешься? Я решила, хватит вас стеснять, Галина Ивановна. Я справа сейчас поеду к мачехе в Вадольск, а я там решу. Так у тебя суд? Да? А какая разница, суд у меня или не суд? Ребенка мне все равно не отдадут. У Игоря деньги, связи. Ага. Значит, сдаешься. Нет. Не сдаюсь. Я его украду. Ты что, сдурела? А еще пученая. Я все решила. Вы просто не понимаете, Галина Ивановна. Я не понимаю. Так вот слушай, что я тебе скажу. Ты должна пойти на суд, как положено. И если по закону откажут тебя вернуть ребенка, вот тогда можешь дурить, как захочешь. Волна имеешь права. Я сына никому не отдам. Я знаю. Я знаю. Ну и что? Не выходит камень, цветок. Добавьте давление. Это как последний вариант. Вряд ли это. Тебя кто-нибудь спрашивал? Делай, как сказали. Какого черта, Игорь? Что пищит? Нет, Иван, чего? У нас тут... Это всего лишь задержка. Я сейчас все исправлю. Я это уже слышал. Комиссия завтра. У тебя 24 часа. Время пошло. Что уставились? Настраивайте установку по новой. Алло, Маша. Это я. Я тут подумал, я принимаю твое предложение. Я отдам тебе, Гоша. Если поможешь. Хорошо, через полчаса. Правильно, значит, на этом этапе должен происходить качественный переход или изменяться внешние условия для поддержания воспроизводства структур. Кто там? Мой другу Мария. Здрасте. Я Ольга. Здрасте. Она у вас живет? Да, у меня. А где она? Она к нотарицу пошла. К нотарицу зачем? Не знаю. Какие-то тайны. Алло, ты чего трубку не берешь? До свидания у нотарица. Ничего не подписывай, пока я не приеду. Аль, я говори. До свидания. Звони своим халтурщикам. Будем вместе разбираться. Туриков, это я. Слушай, я тут накричал на вас, извини. Дело в том, что наши наномеды бесплодны в нынешнем виде. Поэтому давайте как-то решать вместе. У нас есть группа атомов углерода, которая встраивает в иммунную систему как своя и начинает лечить. Только вот у нас пока ничего не устраивается. Не можем найти контакт с биологическим объектом. Вернее, он есть, но очень медленный, почти незаметный. Ищите катализаторы. Ускорители. Я знаю, что такое катализаторы. А вы там с кем? Сам с собой разговариваю. Цуриков. Для углерода это может быть химическая смесь, может быть температура. Нужно найти учебник химии. За девятый класс и посмотреть. Найдите учебник по химии за девятый класс. Параграф, катализатор реакции с углеродом. Да, хорошо, понял. Пошли. Куда? Да не встраивается там. Если бы все было так элементарно. Все гениально. Следующий, пожалуйста. Так вы еще не развелись? Сегодня разведемся в 16.00. Ну, от своей доли решили отказаться. Да. В пользу сына. Ну, ваше дело, ваше дело. Одну минуту. Подождите, пожалуйста, у меня люди. Это не люди. Один подлец, а другая идиотка, извините за выражение. Оль, мы уже разобрались. Я вижу, как ты разобралась. Ты что творишь? От московских квартир решила отказаться? Вы вообще кто им? Какая разница? Посмотри на него, он тебя кинет. Тебя мало одного раза? Маша, если ты сейчас не угомонируешь свою подругу, я передумаю. Ой! Мы уже все решили. Гоша остается со мной. Все остальное мне наплевать. Я умоляю тебя. Маша, ты мой уже вышел на суд. Без всего этого все решили. Если это ошибка, я уже ее совершила. Иди, Машис. Иди. Смотри, не соверши вторую. Я здесь стою. Да. Простите. 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 Господи. Машка. Маленький мальчик. Так. Тебя отпустили? Да, Наталья Петровна. Мама. Все в порядке, да. Только у меня не очень много времени. В смысле? В смысле, нам нужно серьезно поговорить. Конечно, конечно. Я подвучайник поставлю. Дело в том, что мы бы хотели с Гошей переехать к тебе. Если ты не против, конечно. Я бы тогда подготовила Гошу на комнату. Потому что мне в четыре нужно быть в Москве. Надолго? Ко мне. Ну, это будет зависеть от тебя. А в Москве что? Что с Игорем? С Оксанкой что? С ним все в порядке. Только теперь мы с Гошей отдельно. Ну, это долгая история. Я тебе расскажу. Ладно, конечно. Еще будет время. Ладно, конечно. Чего? Ты гений! А? Да. Молодец. Я к Сергееву. Внутри приванщика. Встите, как видите. Мы с тобой раньше не очень-то ладили? Да нет, ну что ты. Кто старая помянет? Ты почему ко мне не зашла, когда откинулась? Как же я устала от этого тюрьмного жаргона. Да и устала. Вот как я устала. За столько лет работы в СИЗО. С волками жить по волчьей выть. Да, это я поняла. И откуда твои методы воспитания? Кстати, я тоже поняла. Ну знаешь ли. Зато ты дельным человеком выросла. Но так более-менее. И не без моей помощи, между прочим. Куда собрались? А, Полин, Илья не мог тебе дозвониться. Позвонил мне, спросил, как дела. Я сказала, что мне надо Гошку отвезти в суд. И он предложил помочь. Что, решил таксистом подработать? Папочка карманных денег не дает. Садись, поехали. С Полиной как-то некрасиво получается. Я ей ничего не обещал. Ну, ты, может быть, нет. А мы-то подруги. Оксана, вы однокурсница и одноклубница. Ну, не более того, понимаешь? С чего ты взял? С того, что дружбы между женщинами не бывает, когда их интересы пересекают. А мужчины умеют дружить? О, еще как. Сейчас вот сюда заскочим, парики-то выберем. А потом задаем родильникам, хорошо? Хорошо. Знал бы, что он опоздает, сам бы Гошку привез. Что так лучше? Вот так. Вот, последний расчет, окончательный. Важен не только катализатор, но и его температура при введении. Процесс эндотермический. Тепловая энергия и раствор должна быть выше критического порога. Я надеюсь, ты здесь разберешься уже. Пожалуйста. Надо же, как я же сам-то не дотумкал. Ну, а теперь твоя часть сделки. Слышишь? А, ну да, конечно. Мы же договорились. Я хочу сказать, что у нашей дочери неплохой вкус. Оксана, сколько времени? Гоша, пойдем. Смотрите, какой суперкар, Павел. А ты говорил, у тебя машина хорошая. Черт. Ну, давай, ну. Ну, давай. Ну, должна быть реакция. Этой реакции на наши расчеты плевать. Где наш Игорек пропадает? Рассмотрев все предоставленные документы, приняв во внимание обстоятельства развода, суд принял решение оставить Шевелева Георгия Игоревича под опекой отца. Шевелев Игорь Николаевич обязан предоставить Шевелевой Марии Владимировне одну четвертую часть жилищной площади или денежную компенсацию, установленную по взаимной договоренности. Решение суда может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке в течение трех дней. Игорь, ты что? Ты же мне обещал. Ваша честь, я подумал и решил, что, наверное, будет правильным, если ребенок останется с матерью. Шевелев, вы издеваетесь надо мной? Нет, я просто решил по-другому. Ну, пусть ребенок живет с матерью, а я буду им помогать. Вы из заседания суда решили цирк устроить? Извините. Мария Владимировна, я надеюсь, вы не собираетесь отказываться от своего сына в пользу отца? Я собираюсь отказываться от части своей квартиры в пользу сына. Спасибо вам большое. Спасибо, что приютили. Я надеюсь, я вас не очень стеснила. Ну, что ты, милая? Ты же у меня как дочка. Не попадай, заходи, я буду только рада. Обязательно. Только разберусь со всеми своими делами и обязательно вас навещу. У тебя будет все хорошо. Да. Я надеюсь. Главное, что сын сам. Это правда. Спасибо. Счастливо. 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 Привет. Простите, а нечаянно. Ты чей? Мама Мария, а папой не кори. А. И чего же они тебя здесь бросили? Мама сейчас пусть разделает свою работу, и мы поедем к бабушке. Кем у тебя мама-то работает? Она и папа ученая. Ученый? Только не говорите маме, она ругать будет. А что же у тебя мама ученая в технической комнате делает? Не знаю. Ну ладно. Пока. Это ваш мальчик? Да. У нас здесь неудачный детский сад. Да я знаю, оставить было не с кем. Простите. Вы лучше заберите, а то придет завотделение. Я сейчас его заберу, мы уходим уже. Спасибо, извините. Мамыш. Да, Игорь, может подъезжать. Мы на перроне будем. Через пятьдесят минут поездим, да. Мама, я хочу чипсы. И сейчас. Ну тогда шоколадку. У меня деньги только на билеты. Попроси деньги у папы. Знаешь, чипсы вредны для здоровья, это химия сплошная. Шоколад вызывает диагноз. А папу купил. Мама, мне холодно. Ну вот сейчас уже электричка подходит. Папа! Ну здравствуй. Папа! Ау. Держи, это тебе маленький подарочек. Их ты, конструктор, какой я хотел. Папулечка, как я тебя люблю. Маша, я тебя тоже. Скажи маме, чтобы мы никуда не уезжали. Я не хочу к бабушке. Я хочу домой. Все вместе. Нет, сынок. Так не получится. Судья сказал, что мы... Что мы должны жить отдельно. Поэтому ты будешь жить с мамой. Не нужен нам никакой судья. Она же все равно ничего не узнает. А мы ей не расскажем. Нет, сынок, судью нужно слушать. Пойдем. Почему? Почему, мама? Ты же не скажешь судье ничего. Ладно. Вам пора? Нет, я тебя никуда не отпускаю. Нет, не уходи, не уходи. Гоша, прекрати, пожалуйста. Мама, скажи ему. Гоша, держи. Все, сейчас поезд отправляется. Пусти, пожалуйста, папу сейчас поезд уедет. Ну, аккуратно. Что ты, Гоша? Гоша, держи. Не переживай, Гоша, папа приедет к тебе. Ты слышишь? Я хочу к папе, чтобы все вместе. Так уже не будет никогда. Но папа тебя любит. И я тебя люблю. Мне здесь не нравится. Мы поживем здесь какое-то время. Это кто ко мне в гости? Иди скорее к бабушке. Я тебя вот так очень где видела. Держи конфетка скорее. Не хочу. Ты чего такой невоспитана? Ну, я что, устала очень. Да у меня тоже жизнь не сахар. Ну, я же вас приютила. У вас никто я не просил. Боша, никакого воспитания. Неудивительно, что ваша семья распалась. Идите есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь, добери же эту трубку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Дмитрий Иванович. Да, это Суриков. У нас ЧП в лаборатории. Я ему звонил, он не отвечает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне что, больше всех надо, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Утром собирайте вещи и скатертью дорожка, езжайте на свою квартиру, отец ребенка не выконит. Пошли. Плохо мы тебя все-таки с отцом воспитали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. А что не приехала? Крутая была такая вечеринка. Я же говорю, у отца были проблемы. Не могла же я его оставить и приехать к тебе. Извини. Ну, еще сходим. Не последняя же вечеринка. Ага. Понятно. Но ты знаешь, как-то звучит как левая отмаза, нет? Осторожней со словами. Ты думаешь, мне самой хотелось весь вечер сидеть дома? Ладно, я все понял. Давай, пока. Привет. Принимай. Игорь. Игорь, вставай. Игорь. Игорь. Да. Ну, что, нашла? Пьяный в хлам. Понятно. Это теперь твоя проблема. Чтоб с утра был у меня. Игорь. Игорь, подъем. Я сволочь. Это я вижу. Кто будет проект заканчивать? Маша. Маша, она придумала, она пусть заканчивает. Что значит придумала? Я, я не способен. Игорь. Ну, что ты такое говоришь? Сергеев тебе обзвонился. О, Сергеев. Да пошел ты, Сергеев, знаешь, куда вместе со своим гранцем. Да. Да. Ну, как дела? Нормально. Пришел в себя, сейчас в душе. Жду утром. Кто там? Галина Ивановна, это я. Маша. Маша? Галина Ивановна, я прошу прощения. Это совсем наглость с моей стороны. Ну, что ты стоишь? Давай, проходи. Проходи, проходи. Ой, а это кто у нас, а? Здравствуйте. Я Гоша. Очень приятно. И мне тоже очень приятно. Молодой человек. Я к вам просьба. Мы теперь с Гошей вместе, но мне пойти некуда. Ну, чего ты все просишь, а? Проходи, раздевайся. Я очень рада. Проходите. Мне вас сам Бог послал. Ой, это моя дочка тебя ко мне послала. Давайте, проходите. Проходите, раздевайтесь. Я очень-очень рада. Ну, что, есть результат? Чувствую себя полным дураком. Ничего не получается. Вот у Машки здесь, смотри, в расчетах все просто понятно. Ты опять о своей бывшей? Игорь, у тебя все получится. Ты должен справиться. Я-то справлюсь. Вопрос, когда? Когда уже все сроки выйдут? Эх, если бы Машка… Ты знаешь, где ее сейчас найти? Патрион. 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 Куда? О, нет. Патрион. Подыт 나űнись. Патрион. То есть ты. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ладно, я все понял. Давай, пока Мы теперь с Гошей вместе, но мне пойти не надо Проходи, раздевайся Я очень рада Ну что, есть результат? Ничего не получается Эх, если бы Машка Ты знаешь, где ее сейчас найти? Девушки отдыхают Ох, Мариечка, здравствуйте Здравствуйте Помните меня? Ну конечно помню, я же вас на рентген возила А И как вы себя чувствуете? Да вот Помираю потихоньку Мариечка Сделайте доброе дело Найдите покурить Смерть как Поднимите напоследок, хочется Что случилось? Максимову плохо И мы вчера еще должны были сделать операцию Никакой операции Он не переживет наркоз Один шанс на тысячу Да хоть на миллион Так, только не пытайтесь взывать к моей совести Когда он умрет на операционном столе Из нас же потом крайних и сделают Это ясно? И потом доказывайте, что вы не крокодил Да сначала докажите, что вы врач В чем дело, Андрей Валерьевич? Наши санитарки в медицине лучше врачей разбираются Да, да, все, я понял вас Куда отдает Алексей Васильевич? В ногу, в левую Голова болит? Да Не надо успокоить Готовьте операцию Юрий Викторович, он уже одной ногой в могиле А если на операционном столе загнется? Не загнется Илья, это я, Оксана Что значит какая? Пожалуйста, ну давай без шуток У родителей свой армагеддон, а я страдаю Встретимся? Ну, давай я буду в костюме Нет, точно, ничего не случится, обещаю Половину второго Все, пока Вот гад, а, еще и обижается Маш! Что вы здесь делаете? У нас к вам срочное дело? Да, ну тут такое дело Извини, я Сегодня немножко Не в форме В общем Я все рассказал Да, Игорь мне рассказал о вашей помощи По его проекту И у нас к вам деловое предложение Касается Гуши и Оксаны? Речь идет только о науке У нас сегодня после обеда Госкомиссия И нам очень нужно, чтобы вы помогли Вы сами видите состояние, Игорь? Я просто перенервничал После их отъезда Я выполнила все условия договора Давайте заключим новый Вы помогаете нам сегодня И получаете соавторство в этом проекте Да В смысле? В смысле, ты же хотела вернуться в науку Вот у тебя есть шанс Я хочу гарантии Любые, какие хочешь Хорошо Мне нужны все твои материалы исследований Пойдем Хочу вас поздравить Максимов действительно оказался крепким стариком В каком смысле? Операция прошла успешно Так что он еще Коптит небо Вы рады? Да, да, я очень рада Спасибо Как вас зовут? Мария Шевелева Мария Шевелева Я смотрю, вы сильно образованы Или простой санитарки Как вас к нам занесло? Знаете, я бы не хотела вспоминать Перепетии своего прошлого Поэтому, если вы не против Я бы поработала Да, да, извините Вы добавляетесь в химии Вы либо мне выговоры сделаете Либо дайте подумать Извините Спасибо Чтобы сегодня же трудовая книжка была в отделе кадров Юрий Викторович Юрий Викторович Когда вы собираетесь в отпуск? Калина Борисовна, как обычно В феврале на море А где заявление? Завтра зайду Ну, пожалуйста Ведь вы же без опыта Договорились, спасибо Калина Борисовна Хотела у вас узнать По поводу новой санитарки Шевелевой? Да, Марии А что случилось? Нет, ничего Все в порядке Просто таинственный человек Ну, человек, она правда таинственный Она у нас по рекомендации Ее после судимости никуда не брали А она сидела? За что? Точно не знаю Сказали, хороший человек Нужно помочь Я могу узнать Нет, нет, не надо Спасибо Алло Алло, Игорь Послушай Забери, пожалуйста, Гошу из школы Я бы с радостью Но Сергеев меня под колпак посадил До самой комиссии О, Господи Хорошо, тогда попроси Оксану после института забрать Я не могу Ладно, я что-нибудь Давай 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 Экономическое развитие Был низким Обеспечивающим потребление Оксана Оксана, это я Папа Оксан, тебе сегодня придется забрать Гошу из школы Что сразу Оксана? Я сегодня не могу У меня очень важная презентация А мама? Она его от судил и по тебе и забирает Мама тоже не может Папа, у меня теперь есть своя личная жизнь Доченька, я тебя очень прошу Забери Гошу Все, папочка, я ничего не слышу Связь плохая Все, перезвони Да Юрий Викторович, простите Я вам нагрубила тут недавно Ну, вы, наверное, были сильно заняты Над чем вы работаете, скажите мне Я сам изучал химию, видел ваши выкладки Но толком ничего не понял Ну, это не совсем химия Я пока вам сказать не могу Дело государственной важности Да, вы угадали И мне нужен ваш компьютер Ну, если только в интересах государства Исключительно Послушайте, значит, ваш Гоша не фантазировал, когда говорил, что вы С мужем ученый Мой бывший муж ученый, а я так, на подхвате Ага Ну, смотрите, у вас есть 15 минут, я пойду попью чайку Только не забывайте про вашу подопечного Максимова Мы в ответе за тех, кого подлечили Давайте Спасибо большое Пожалуйста 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 Оксана, возьми же ты трубку Надеялся застать тебя закипучей работой Дмитрий Иванович, простите, мне ребенка надо забрать, а у меня Кажется, мы это уже обсуждали Разве с тех пор что-нибудь изменилось? Нет, только времени остается все меньше Дмитрий Иванович, я обещаю, я сейчас же приступлю к эксперименту Что учите, Мариечка? Как кандидатскую защищаете? Да я уже Ну, вот как видите, не пригодилась А я смотрю Знакомые формулы В самом деле Откуда? В свое время Мы всей кафедрой Над этими мембранными переходами бились Ого Неужели вы в группу Вронского входили? А, были времена Были, да прошли А никому ни тогда, ни теперь Мы не нужны Неправда Сейчас это направление самое перспективное А может вы сможете мне помочь? Без коэффициента проницаемости межклеточных мембран Разброс почти бесконечный Даже в интернете ничего не нашла Ну, это и без всяких ваших Интернетов можно решить И решим Только вы Пообещайте мне Поиграть со мной в шахматы А то у меня без этой игры Мозг Отмирает Хорошо Вот и славно Не могу, Илья Меня запрягли киндера из школы встретить Да никакой это не развод Ну просто больше некому Илья Алло, Илья Что-то случилось, Окси? Нет, все в порядке Алло, алло Илья Ну да, типа учимся В Соксе болтаем Я тоже Сейчас, да нет, у нас с Оксанкой еще пара Ах, вдвоем Ну хорошо, сейчас спущусь Завез вдвоем в кино Кстати, тебе привет передавал Прикроешь на лекции, ладно? Развлекайтесь Оксанка, ты классная С меня причитается Ну вот, конечно, я вам такой Музыка Как вам нравится? Что-то 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 Еще кофейку? Ну где ваш гений? Или мы тут ради кофе? Этот кафетерий дороговато обходится бюджетом. Важный эксперимент в самом разгаре. Ну вы же знаете этих ученых, фанатики. Сейчас будет. Где он? Вышел. Куда? Дурше час, наверное, как вышел. Куда? Я спрашиваю, куда он вышел? Сказал, срочное дело. А по виду в туалет. Манитаз пугать. И больше не возвращался. Манитаз его сильнее напугал. Игорь! Девушка! Игорь! Девушка, вы ошиблись! Это мужской туалет! Игорь! Игорь открой! Игорь! Вы не могли бы выломать дверь? Нет! Я лучше охрану вызову! Игорь! Игорь, подъем тебя ждет! Пошли скорее! А сколько время? Уже пора! Тебя все ждут! Тихо! Ой, чего ты у меня? Сюда! Сюда! Подожди! Что я там буду делать? Что я там буду делать без Машкиных расчетов? Разве только что анекдоты травить? И все! Гудки! Алло, Маш! Это я! Ну что? Скоро? Когда уже? А когда уже? Через час? Маш, у нас нет столько времени! Постарайся побыстрее как-то! Хорошо, ждем! Через час! Пошли, будешь время тянуть! Куда? Пошли, время будешь тянуть! Я покупал! Пошли, пошли! А их там много? А вот и наш главный специалист Игорь Николаевич Шевелев! Здравствуйте! Тысяча извинений! Ну что ж, как говорится, эксперимент промедлений не терпит! Ну что ж, Игорь Николаевич, начинайте! Мы с интересом ждем вашего рассказа! Что такое эти самые нанотехнологии? Это... В общем, мы пытаемся... Короче говоря, это методы, способы работы с частицами размером менее ста нанометров! И мы находим способы работы с очень маленькими, неделимыми частицами, с атомами, как материалом для работы! И работая с таким материалом... Нет, давайте не так! Давайте представим мир! Вселенную! С миллионами планет! Представим одного человека! Обычного человека! Маленького! Не совсем сильного! Так вот, он и является наночастицей Вселенной! И что будет с этим человеком, с этой частицей, при... при попадании в... предлагаемое обстоятельство? Мы не знаем! А если знаем, то не все! Так вот, наша первостепенная задача обнаружить у этого человека новые свойства при определенном воздействии! И повлиять на нее, на эту частицу, чтобы она повела себя так, как нужно нам! Представьте себе, какие открываются возможности! Если мы сможем использовать эти технологии, например, в электронике, в военной промышленности, а главное – в медицине! Кое-какие открытия в этой области уже сделаны! Но, в основном, это направление находится пока в начальной стадии развития! Когда мы переходим к столь малым величинам, не все можно просчитать! Большую часть экспериментов можно получить, конечно же, методом проб и ошибок! Ошибок? То есть, все эти пресловутые нано-лаборатории занимаются, так сказать, тыканьем пальцем в небо? Ну, кстати, очень хороший вопрос! На самом деле, все никак! Наша основная задача – это способность изначально, извините за повторение, правильно сформулировать задачу! Потом, ну, уже исходя из результатов экспериментов, либо уточнить задачу, либо уточнить, так сказать, данные этой самой задачи! Давайте я вам лучше все на примере расскажу! Вы пока отдыхайте, угощайтесь конфеты, кофе, а я в лабораторию, чтобы продемонстрировать вам самые свежие данные экспериментов! Ну, давайте! Поехали! 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 Ох ты! Меня повысили до должности декана. Ну тогда с меня урок, как хорошо провести время. Дзин-дзин! Звонок на урок. Все готово, Игорь. Можешь подъезжать. Маша, я не смогу подъехать. У меня доклад, тяну время. Скоро приступать к главному. А у меня ничего. Подъезжай сама. Ты с ума сошел? Я на работе. Маша, ты же помнишь наш уговор? Пожалуйста. Игорь, я никак не могу сейчас уйти с работы ты меня, понимаешь? Буквально на полчаса. Возьми такси. И денег на такси у меня нет. Так займи! Займи. Скажи, что ребенка надо забрать. В смысле Гошу забрать? Мы же договорились, что Оксана его забирает. Нет, ну у нее там какие-то срочные дела в институте. Я уж не стал тебя отвлекать. Он сейчас один. Да что с ним случится? Он уже взрослый. Тем более договорился, его на продленку оставят. Поторопись. Это и твой шанс тоже. Обедать не пойдешь? Мы снова обедаем вместе. Сорин, откуда в тебе столько желчи? Я к нему со всей душой, а он… А он? Извините. Здравствуйте. Вы не могли бы мне занять пятьсот рублей? Дело в том, что вы единственный человек, которого я здесь знаю. Мне очень нужны деньги. У меня сын остался один в школе. Мне нужно его забрать. Через полчаса я вернусь на работу, а деньги вам вечером обязательно вернет мой муж, бывший мой муж. Подождите, подождите, Маша. Вы хотите сказать, что вы оставили сына одного? Да. И мне нужно срочно его забрать. Да, давайте у меня есть два часа перерыва, мы съездим с вами и заберем. В машине? Ну, конечно, в машине. Неудобно. Я хотела на такси. Нет, Танила, перестаньте. Мы съездим, заберем, вернемся обратно. Идите переодевайтесь, ждите меня на кольце, я сейчас… Извините, спасибо. На подвиги потянула? Да. Смотри, не переборщи. С подвигами. Постараюсь. Да, да, я еду. Может, не волноваться, оставь, пожалуйста, деньги себе. Игорь, Игорь, у тебя любые обстоятельства форс-мажорные. Подождет твоя комиссия. Сначала я заберу Гошу. Да. Вы можете довести меня до школы, а там я сама. Нет, нет, я поеду с вами. Я вам не сказала. Мне нужно сперва в школу, а потом в наноцентр. Наноцентр? Да. Там сейчас мой бывший муж валится на госкомиссии, а я ему помогала. То есть это все правда было по поводу государственной важности? Это мой шанс начать новую жизнь. Я понял. Вернее, вернуться к старой. Ага, я понимаю. Наука. Сейчас будет поворот направо. Вот. Ага, вот. И школу уже видно. Вот здесь. И вот это вот здание. Мама! Дорогой, что ты? Ну как ты, радость моя? Заждался? Я уж думала, совсем тут останешься. Ага. Сейчас идем в машину. Не забудь поздороваться с Юрием Викторовичем. Хорошо? Ага. Ну что, все сошлось? Ты, может, лишить меня работы. Ты не переживай. Я решу вопрос о соавторстве, как только уберется госкомиссия. Спасибо. Кстати, как Гошка. Хорошо. Спасибо тебе еще раз. Ну что, все в порядке? Да. Спасибо вам большое, Юрий Викторович. Вы меня не просто выручили, вы меня спасли. А как вы ее спасли? Я подвез Марию Владимировичу маму. А, класс, ну тогда почему? Мама, вообще, где ты была? Это не важно. Тебе это будет неинтересно. Ты, кажется, спать хотела, Гоша? Мам, ну, трудно запомнить. Я есть хотела. Ах, есть, да. Поехали в ресторан или в кафе? Поехали. Поехали. Отлично излагайте. Просто, внятно, без лишней научной сухости. Будем пробивать для вас грант. Спасибо. Надеемся оправдать. Счастливо и удачи. Всего доброго. Поехали. Еле дотянул. И Машка, молодец, не подвела. Это ты у меня молодец. Умеешь красиво преподнести сухие факты. Надо бы еще Сергееву, ну, по поводу Машки. Предоставь-то мне. Такие вещи надо подавать аккуратно, а я в этом спец. Кстати, я решила. Завтра к тебе переезжаю. Да ты что? Да-да. Ну, наконец-то. Тогда мы, может, это дело как-то отметим по пятьдесят грамм. За переезд. И стресс снять. Стресс снять по-другому можно. Согласен. Тогда все бросаем мы ко мне, то есть к нам. Подожди, мне нужно еще с Сергеем поговорить, да? Конечно. Жду тебя в машине. Стресс снять по-другому. Стресс снять по-другому. Стресс снять по-другому. А ты молодец. Не подвела. Я это умею. А что здесь сделала его жена? Игорь, что с ней консультируется? Может быть ее и в штат взять? Бывшая жена. Некому было ребенка из школы забрать. Ты стала чересчур близка с его семейкой. Я переезжаю к ним. Интересные перемены. А я устала, Дима. Ты не думал, что я тоже имею право на нормальную жизнь? Ну, как у людей. А с Игорем у меня есть шанс построить семью. Настоящую семью. Надо было сначала спросить у меня, дорогая. Надоело у тебя все спрашивать. Мне надоело, что ты меня используешь. Ты всех используешь. Праздник. Мы все-таки прошли госкомиссию. Кто бы сомневался. Спасибо. Больше не буду. Все это было как-то пресно. Ты не можешь. Сейчас уйти. Я думаю, тебе не будет скучно. Она ведь теперь живет с нами. Оксана, мы как раз собирались тебе сказать, что ты моя новая мама. Все поняла. Не буду мешать. Не смей так разговаривать. А что, я плохо себя веду? И это после того, как ты избавился от своей жены, а я предала свою мать? Да. Да. А что? Да нет, ничего. Просто хотела узнать, как вам у нас работает. Хорошо, спасибо. Специфика своя есть, но… Да, у нас есть своя специфика. Сегодня Сорин потратил на вас очень много времени. Поэтому я хотела бы вам сообщить, что у него есть жена. Законная. Хорошо. И представьте себе, это я. Надеюсь, отныне вы скромнее будете стучаться в его кабинет. Ну а сейчас идите. Работайте. Дмитрий Иванович, не секрет, что государство считает развитие нанотехнологий приоритетным направлением. У центра, который вы возглавляете, прекрасно финансирует даже в наши нелегкие времена оборудование по последнему слову техники. Наше направление инновационное. Наш ведущий специалист Игорь Шевелёв – настоящий гений современной науки, будущий нобелевский лауреат. Неужто в современной науке больше нет подобных специалистов? Нет. На него вся надежда. Исследования Шевелёва перевернут представление о современной медицине. И сегодня он это доказал. Этот прорыв – целиком его заслуга. Оксана? Значит, решили с Жанной кинуть меня второй раз? Маша? Сергеев ни сном, ни духом о моем участии в проекте. Подожди, Маш, ты не кипятись, я… Послушай, Милан, ты же прекрасно понимаешь, что теперь я свою работу тебе не подарю. Теперь все по-другому, я пойду до конца. Я сейчас все выясню. А ты что, Сергеев не сказал об участии, Маш? Твоя бывшая в этих чертовых нанотехнологиях круче тебя рулит. Если Сергеев узнает… Ты что? Он меня вышвырнет. Нахрена ему два дорогостоящих специалиста, когда можно обойтись одним лучшим? Ну, это как минимум подло с нашей стороны. Это целесообразно. Не хочешь потерять все, держи свою Марию подальше от нам центра. Предложи ей денег, там видно будет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Мне к Сергею Дмитрию Ивановичу. А фамилия ваша? Шевелева. Шевелева… К сожалению, у вас нет в списке, вы пропуск заказывали? Вы внесите меня, мы договаривались. К сожалению, без заявки никак. Вы позвоните помощнику Сергеева, вам там все выпишут. Местный, девятнадцать семьдесят шесть. А как его зовут? Ее. Жанна. Понятно. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Прошу. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Я Мария Шевелева. Жена Игоря Шевелева. Бывшая. Дмитрий Иванович, я видела ваше интервью по поводу разработок Игоря. Это я подготовила все материалы. У него тогда не получилось. Он может подвести вас еще раз. И тогда пропал ваш грант, пропала ваша репутация. Прежде вы об Игоре отзывались совершенно иначе. Более того, сделали все, чтобы я оценил его научный потенциал. Это я подготовила все материалы для его презентации. Многое проясняется. Это моя работа. И я хотела бы ее доделать. Это мой грант. Я дам вам шанс. Но у меня нет свободных лабораторий и даже минимума оборудования. Все заняты плановыми экспериментами. Я сделаю все сама, я найду место. Я сделаю все и даже больше. Мне нужен доклад с прогнозами, с абсолютно оригинальными идеями. Я вам представлю его. Срок три дня. И надеюсь, в этот раз со здоровьем вашего сына все будет в порядке. Спасибо. Игорь Михайлович, я так давно не была на Красной площади. Сводишь, да? Я так скучаю. Хорошо. Маша, ну что ты меня пугаешь? Какими судьбами, Маша? Скажи, а наша аппаратура еще работает? С тех пор, как вы с Шевелевым покинули наше заведение, к ней никто не прикасался. Как ты сюда попала? У тебя даже пропуска нет. Сделала лицо попроще, смешалась с толпой и прошла напролом. Но каждый раз так не получится. Знаешь, я хочу перехватить грант. Для этого мне нужна наша лаборатория. Я готова работать по ночам. Помоги. Как? Что я сделала? Михайлович не разрешит, Маша. Давай скажи Михайловичу, что к тебе приехала двоюродная сестра. Да. Ее очень нужна работа, там внизу висит объявление, что требуется уборщица. Что ей очень нужна работа, что у нее нет документов, потому что она их потеряла. Он же тебя любит, он не будет проверять. Ну а если он узнает? А если я перехвачу грант, то меня возьмут в наноцентр. И я подтяну тебя. Что у тебя за тема? Какая тебе разница? Маша, какая-то ты грубая, резкая. Ну ладно, дай попробуем. Только придется подключить мне свое обаяние. Правильно. Подключи свое обаяние, пожалуйста. Шевелева. Привет. 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 А ты че? На свободе уже? И с чистой совестью. Ну все, пока, созвонимся. Ну-ну. Оля, а что она тут делает? Ну а тебе не все равно. Ну раз спрашиваю, значит не все равно. Тебе сигаретки не будет? Ай, что такое? Ну ты же женщина, ноги убери. Грубая ты стала, грубая. Следите за ней очень внимательно, может резко подскочить давление. Как ваши расчеты, Маша? Сошлись. Необходимое экспериментальное подтверждение. Так, в чем замысел? Нужно облучить некоторое количество тестовых образцов на рентгеновском аппарате или на флюорографе. У нас собрание уже началось. Иду, иду. Потом поговорим. Да, хорошо, спасибо. Рокировку. Угу. 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 Конем. На С3. Угу. Внимательнее, Мариечка. Совершенно очевидно, что я вас заманиваю. Совершенно очевидно, что вас это не спасет, Алексей Васильевич. Потому что вы сейчас пойдете либо королем на H1, и тогда я второй ладьей своей пойду на С6. Либо пойдете королем на H2. И закроетесь конем. В любом случае, вам матом. Предлагаю ничью. Согласен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мужу спалишь. Оксанка не звонит. Где ее черти носит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты сегодня как-то особенно хорошая. Илюш, мне уже пора домой. Папа уже седьмой раз звонил. Слушай, может, еще покатаемся? Я тебе не показывал места своего детства. Там еще красивее. Там тихо, спокойно. Самое главное, нет никого. Давай не сегодня. Мне просто завтра еще пара с утра. И папа все названивает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Илья, пожалуйста, да просто прекрати ты! Ну что мы как дети-то, малые? Спасибо! Да, Ибель, если это извиняться, то уже поздно! Маша, Оксана случайно не у тебя? Она не звонила? Нет, что случилось? Не могу найти, на звонки не отвечает, дома не ночевала, до сих пор нет. Алло! Маш! Маша! Алло, Маш, ты меня слышишь? Алло! Ну что? Что, что? 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 Не отвечает! Все, надо звонить в полицию! Не надо никуда звонить, сами разберемся! Доброе утро! Ну что? Жанна, ты иди домой, а ты простучишься! Иди! Она уже у вас здесь живет, да? Только не начинай, а! И так тошно! Тошно? Бедненький! Иди сюда, давай пожалей! Может быть, хватит уже? Пап, привет! Ты где шляешься? Мама! Я тебе сто раз звонил, ты… Это нормально? Извините, телефон у друга забыл, а потом у Полинки засиделось! У кого? У Полины! Что такое Полина? А я откуда знаю? Быстро домой! Неделю будешь сидеть дома! Неожиданное единодушие! Может, вы уже и вместе живете? Что ты себе позволяешь, Окса? То же, что и вы! Живу своей личной жизнью! Я взрослая, между прочим! Взрослая, марш домой! Папа, не кричи на меня, а то уйду к маме! Еще слово! Мам, возьмешь меня к себе? Клупа! Будь к ней повнимательнее сейчас, у нее очень сложный период! Ну, хорошо! Два детали с этой Жанной твоей! Вроде нормально! Здрасте! Ну, слава Богу! Главное, нашлось! Ну, хорошо! Все! Пока! Маша! Подожди! Может быть, ты мне дашь Гошку на выходные? Так по нему соскучился! Твоя Жанна не будет возражаться? Опять язвишь! Я хочу пообщаться со своим сыном! Он про меня хоть спрашивает? Спрашивает! Зачем ты все это устроил? Только ты мне дашь возможность увидеться с Гошей? Да? Я не против общения! Общайся! Спасибо! Пока! Мариечка, а не найдется ли у вас для меня время, а? В смысле? В шахматы! Да, да, конечно! Тогда я за доской к соседям, да? Ой, это запер! Вред какой-то! Да! Да! Ты меня вчера неправильно поняла, вернее… Я не хочу с тобой разговаривать! Понятно! Да, я же сказала! Оксана, выслушай меня, пожалуйста! Я неправильно к тебе относился, ну и поэтому повел себя так! Ты не такая, как вся эта правда, ты другая! Я очень хочу тебя увидеть! Ты понимаешь, что ты меня вчера напугал? Больше такого не повторите, я обещаю! А ты можешь выглянуть в окно? Спасибо! Спасибо! Не слабо! Я теперь даже уже не знаю, на кого я больше зла! На тебя за ту выходку или на отца, который просто тупо меня запер! Ну, я не знаю, как твой отец, а я мягкий, добрый, хороший, пушистый! Ты телефон оставила у меня в машине, привез отдать! Простишь? Хитрюга! Ладно, сейчас! Рinse-и-с! На сайте! Ни-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok